Атлас жизни Рамзии Мухамедовой. Именно так называется выставка, посвященная столетию великого этнографа Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан. Она подарила музеям республики множество исторических экспозиций, которые максимально точно отражают этнический аспект нашей малой родины. Свою жизнь Рамзия посвятила изучению материальной и духовной составляющих культуры татарского народа. Именно ей принадлежат труды о татарах Среднего Поволжья. Наиболее известные ее работы, посвященные народным костюмам, стали основной темой выставки. Она посвящена столетию со дня рождения Рамзии Геньятовой Мухамедовой. Она была выпускницей Казанского университета и под руководством этнографа Воробьева стала специализироваться на изучении татар-мешар. Все, что мы в настоящее время видим, связанное с татарским народным костюмом. Это результат огромного исследовательского труда Рамзии Геньятовны, которая на протяжении всей своей жизни отправлялась в этнографические экспедиции, сочетая историко-этнографические исследования с исследованиями в языкознании. Основой для создания выставки послужили материалы из личного архива Рамзии Мухамедовой, переданного в 2021 году в Музей истории Казанского университета. Он включает рукописи, полевые дневники этнографа, документы, фотографии, книги. Помимо этого, в выставочном зале представили весь научный путь Рамзии Геньятовны. Например, она была руководителем масштабного научного проекта «Историко-этнографического атласа татарского народа», который представлял собой собрание материалов, показывающих различные характерные черты этнических особенностей татарской истории. В этом столе актуальные проблемы современной этнографии, который тоже был посвящен столетию со дня рождения Рамзии Мухамедовой. Приняли участие филологи, антропологи, социологи, этнологи, искусствоведы. Они обсудили важнейшие темы, которые касаются изучения и популяризации татарской культуры и истории. Помимо прочего, на выставке представлены предметы этнографии татар из этнографического музея КФУ и реконструкция костюмного комплекса татар Мишар. «Сначала этнография, она, будучи ученицей Воробьева, в самые сложные, скажем так, времена, это первая половина XX века, особенно с 1946 по 1954 по 1955 года, когда необходимо было понять, кто такие казанские татары вообще, в чем их отличие от других. И, естественно, вот она, исследовав в какой-то степени, вводя этнографические особенности казанских татар, она находила, ей было дано задание изучить татар Мишарей вообще, несмотря на наличие совершенно противоположных мнений». Выставка показывает, насколько важно и нужно сохранять научно-историческое наследие, а ее главной миссией является сохранение культурного достояния и этнической идентичности татарского народа. Посетить музей и посмотреть на экспонаты можно с понедельника по субботу с 9 утра до 6 часов вечера. Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости.